Макрицы Макрицы Хотя у них и есть некоторое общее родство, ибо они членостоногие и их ноги и вправду состоят из члеников. Макрицы относятся к ракообразным, к древнейшему отряду равноногих, то есть изопот. Помимо макриц, из всех известных изопот вы могли слышать о гигантских изопот, которые живут на морском дне и жрут падаль. Макрицы же сухопутные изоподы, плотный хитиноминеральный панцирь удерживает большое количество влаги в теле от испарения, что позволяет им заселять даже места обедненной влагой. Макрицы стараются жить группами, иногда даже склонны к альтруизму, помогают друг другу искать пищу, заботятся о потомстве, вместе занимаются каннибализмом в голодные времена. Ничего не напоминает? Вот именно, поведение с кожей с тараканем. Наверное, поэтому их так не любят. Но если тараканы могут долго обходиться без воды, то макрицам она необходима как воздух. И это не просто сравнение. Макрицы дышат жабрами, которые располагаются в хвостовом отделе туловища. Влага необходима для газопроницаемости жабр. Без нее, по сути, макрицы задыхаются. Тогда вопрос, а как они живут в пустынях? Ответ прост. Они копают глубокие норы и от припада температур там скапливается конденсат. Да и просто поддерживается необходимый микроклим. Почти все макрицы предпочитают растительную пищу, клетчатку, водорослевые грибные наросты, лишайники, но они брезгуют под есть гнильцо или павшего соплеменника, если это так необходимо. Из-за таких пристрастий в еде их поведение отличается неким спокойствием, умиротворенностью. Наблюдали за карауми? Вот есть некое сходство. Что-то ходят, что-то копошатся, хрумкают. Размножение у них происходит, как и у всех других ракообразных. Мальчик макриц встречает девочку макрицу, совокупляется, а потом, как и все уважающие себя, макрицы самка линяет и откладывает яйца. При этом у нее немного изменяется внутреннее строение, но морфологию в сторону, вы же пришли сюда за проном, да? Так вот, его не будет. Внешне такие самки неотличимы. И слава богу, отложенные яйца отправляются либо в грунт, либо носятся самкой рядом с жабрами до вылупления. Кстати, вот такие вот яйца уже можно называть яйцами, или это все же еще икра? Жду ваших предположений. После того, как с деторождением покончено, самка снова линяет и превращается обратно в девственную форму. Детки-макрички почти идентичны взрослым. Отличия лишь в размере. Они растут, линяют, радуются жизни, съедают линки, копают грунт, им классно. Почему же их так любят террориумисты и киперы? Ну, тут все очевидно. Во-первых, это превосходные санитары. В команде с многохвостками способны очистить от лишней органики, водоросли и плесени почти любой террориум. Вам этого мало? Тогда вот вам во-вторых. Это превосходный корм для некоторых питомцев. Жил у меня как-то богомол Борис и Стеатода Гросса без имени. Так вот, они любили их румкать. Чтобы разводить их дома, не нужно много затрат и усилий. Контейнер с вентиляцией, вкусный влагоемкий субстрат, всякие коряги, чтобы не скучали. Да и, в принципе, все. Естественно, разберем все под подробнее. Контейнер лучше всего подойдет объемный, чтобы можно было положить туда побольше субстрата. Больше субстрата, больше буфер влаги. В качестве онога можно взять кокос, мох, трухлю, древесную опыть. В голодный день такой грунт они будут подъедать, а в сытый просто копаться от безделья. Коряги увеличивают полезную площадь. Плюс они там найдут, где спрятаться и чем поживиться. В принципе, если питание будет разнообразным, то подкормка в виде гомаруса и мела будут не нужны. Но все же иногда баловать можно. Мел нужно давать не абы какой, а именно кормовой. Продается он во всяких зоомагазинах и зоотоварах. Его часто покупают те, кто держит домашнюю птицу для яиц. В качестве корма можно использовать грибы, лишайники, мох. Вот это все они очень любят. Также используются не слишком сладкие и кислые фрукты. Овощи, морковка, свекла, зелень, всяческая, дубовая и яблочная опыть. Все растительное в общем. Если питание будет скудным, начнут грызть слабых особей. Начнутся проблемы с линькой и в конечном итоге все закончится печально. Не надо до такого доводить. Раз в пару дней нужно опрыскивать субстрат из пульверизатора. Чтобы макричкам жилось комфортнее. Переработанный ими грунт можно использовать для подкормки комнатных цветов. Так как он схож с кивсячим гумусом, который так ценится за свои волшебные свойства. У меня живут два вида макритц. Это вот такие вот и вот те, которые были до этого. Названий я не знаю, но вот эти достаточно крупные и агрессивные. Эта колония в нацетом поколении получена из местных аборигенных макритц. А эти макритцы с юга. С черного моря они поменьше, поспокойнее и скатываются в кружульку при опасности. Бильярд макритцами. Как вам? Полезны ли макритцы в доме? Да, по крайней мере это признак того, что есть сырые закутки. Возможно даже плодится плесень и всякие водоросли. А это не очень хорошо. А если в плане кормовой культуры или в качестве санитаров органиков, так это несомненно да. Это бесспорно. Это аксиома. Это постулат. Спасибо за просмотр. Всем добра и расплода. Субтитры создавал DimaTorzok